Теперь переходим к нашей лекции. Первый вопрос, что такое государство? Вы знаете наверняка не одну дюжину теорий государства. Перечислять их все, сравнивать и так далее, не моя задача. У вас наверняка был курс по философии и политике, может быть, политологии как таковой. Поэтому я ограничусь тем, что расскажу про то, что мне кажется самым важным, про марксистский взгляд на государство, причем современный, 21 века. Классический марксистский взгляд на государство это политическая форма, господство, класса, который владеет средствами производства. То есть политически оформленная власть, класса, которая владеет основными средствами производства. Монархия это власть помещиков, если упрощать ситуацию. Современная демократия это власть крупного капитала, ну или капитала вообще. Такова абстрактная постановка марксизма. В ней есть большая доля правды. На самом деле государство это нечто более сложное. Я не очень хороший художник, но я буду стараться. Это Змей Горыныч. Похоже? Государство это Змей Горыныч, у которого есть три головы. Первая голова представляет интересы крупного капитала, про которой я только что рассказывал. Вторая голова представляет интересы бюрократии, то есть государственного аппарата как такового. Бюро это канцелярия. Бюрократия в дословном переводе, вы на следующий раз слышали, это власть бюро. Бюрос, бюро, кратес, власть. То есть канцелярия властвует над обществом. Управляющая подсистема господствует над тем, чем она управляет, и действует в своих интересах. Вот здесь я вам уже не буду давать задания. Эта средняя голова хочет, чего она хочет? Чтобы зарплата у чиновников была как можно больше. Чтобы чиновников было как можно больше. Чтобы полномочий у чиновников было как можно больше. Чтобы контроля за чиновниками было как можно меньше. Ну я готов продолжить. В данном случае я готов привести пример России. Если сравнить количество чиновников современной Российской Федерации с количеством чиновников во всем Советском Союзе, то кажется в одной Российской Федерации их больше. При том, что у нас рыночная экономика, демократическая политическая система, а СССР был планово-бюрократической административно-командной системой с авторитарной политической моделью. Это вторая голова дракона государства. Ну и наконец есть третья глава, она как-то такая, вы мне несчастны и вниз смотрят. По идее она должна доминировать. Это голова общества. Я тут не то начал писать, извините. Видите, совсем забыл английский. Это компьютер виноват. Что не напиши, он все правильно исправит. Общество, СССР. Эта голова заботится об обществе. Эта голова обеспечивает внутреннюю и внешнюю безопасность. Я подчеркиваю, безопасность общества, небезопасность бюрократии и небезопасность капитала. Это разные вещи. Эта голова обеспечивает решение экологических и иных проблем, которые связаны с глобальными угрозами человечества. Эта голова заботится в какой-то мере о членах общества, решая некоторую толику социальных проблем. В 19 веке, когда Марс говорил государство, это вот, вот эта вот голова. Он был прав. Бюрократии было мало, государственного регулирования было мало, об обществе никто не заботился. Ну, за небольшим исключением. Пожарники были, конечно, и полисмены, но не более того. В конце 19-го, начале 20 века начальное бесплатное образование было исключением и только в очень богатых странах. Это был результат борьбы коммунистов. Пенсии были фантазией. Пособие по безработице, коммунистической пропагандой, которая должна быть уничтожена как класс. Восьмичасовой рабочий день, предмет борьбы, за который могут посадить или расстрелять, или повесить, ну и так далее. Сейчас даже в России, стране полупериферии, формально есть 40-часовая рабочая неделя, формально есть профсоюзы, есть пособия по безработице, какие-никакие, у вас есть стипендии, тысяч две, наверное, да, может быть целых три, ну и так далее. Есть бесплатное образование, здравоохранение, то есть, в общем, что-то есть. Это государство. Теперь вопрос, что оно делает в условиях экономики, которая, как мы только что выяснили, является собой не рынок, где свободно конкурируют равные агенты, а является системой, где идет борьба между манипулирующими остальными акторами, крупнейшими корпорациями, ну и пространство конкуренции свободной остается в некотором, не первозданном, деформированном, но все-таки явном виде. Здесь существует огромная полемика. Значит, оставляем пока в стороне коммунистов и анархистов. Потому что коммунисты и анархисты, их теоретики, говорят, эту голову долой, эту голову она должна отмирать, не сразу долой, если коммунисты, или сразу долой, если анархисты. Это должна решать все проблемы и вообще мега-рындж должен превратиться в ангела постепенно и отмереть. Соответственно, оставляем это в стороне. Смотрим на пространство позднего капитализма. И здесь мы видим столкновение в нескольких направлениях. Направление правое, это в основном австрийская школа экономической теории. Для вас как философов эта школа известна, поскольку они являются политэкономами с одной стороны, социальными политическими философами с другой. Наиболее известные имена это Хаек, который написал дорогу к рабству и пагубную самонадеянность. С его точки зрения в этих книгах он доказал, что любое государственное вмешательство это зло, а уж такое, как в СССР, это просто катастрофа. Более того, он доказал, что вообще государственное управление экономикой невозможно. Правда, остался вопрос, как прожил СССР 70 лет вместе с мировой социалистической стимой, если это вообще в принципе невозможно. Ну, это уже второй вопрос. Давайте на секунду отвлекусь. Значит, основная идея Хаека состояла в том, что производится в экономике несколько миллионов видов продукции сотнями тысяч производителей, между которыми сотни миллионов различных связей, и естественно из одного центра учесть все потребности, все ресурсы, их оптимизировать невозможно, сказал Хаек. Поэтому плановая система работать не может. Вывод был абсолютно правильным, но она работала. Почему? Ну, ответов несколько. Во-первых, планировали не все, а планировали несколько десятков тысяч видов продукции в укрупненном выражении. Во-вторых, вообще, с точки зрения Хаек, армия тоже не может существовать. Представим себе, армию в миллион человек. Может один главнокомандующий отдать приказ по взаимодействию одному миллиону солдат. Бред, правильно? Есть сержанты, офицеры, генералы, они как-то между собой работают, есть иерархия. Вот так же работала плановая степа. Другое дело, что она может быть бюрократическая, она может быть не гибкой и так далее. Но, в принципе, она работать можно. Это отступление. Значит, так, Хаек. Минимальные функции государства. Его же идея продолжает Мизос и целый ряд других современных ученых австрийской школы. Прямо противоположный фланг, но в рамках позднего капитализма. То есть мы не уходим за рамки позднего капитализма, мы не производим никаких качественных изменений в общественной системе. В этом случае мы работаем в пространстве посткинсианства, социал-демократической версии марксизма и классического институционализма. Лучше всего общаться с классическим институционализмом при помощи работ Джона Кеннета Гелбрейта. Это автор, который написал знаменитую книгу New Industrial State, на русский перевели новое индустриальное общество, место стоит почему-то. Ну, по сути, там речь идет об общественной системе, скорее, чем о государстве как таковом. Поэтому, скорее всего, перевод правильный. Сейчас есть целый ряд тех, кто развивает эти идеи, ассоциации, премии и так далее. Очень активно пишет его сын Джеймс Гелбрейт. И вот, кстати, недавно вышла книжка, в которой российские авторы Джеймс Гелбрейт, ваш покорный слуха в том числе, писали о возвращении Гелбрейта отца Джона Кеннета Гелбрейта в современном мире. Если кому-то интересно, так называется, возвращение Гелбрейта книга, я могу ее прислать бесплатно в электронном виде. Посткинесианство, это прежде всего Джоанна Робинсон, это один из крупнейших ученых Кембриджа, английского Кембриджа. Ну и есть целый ряд других авторов, в частности представителей социал-демократической версии марксизма, социалистической версии марксизма, теоретики скандинавской модели, которые говорят примерно о том же. Это два полюса внутри реформируемого или почти нереформируемого рыночно-капиталистического хозяйства на этапе позднего капитализма. О чем не спорят? Не спорят о том, что государство должно защищать интересы капитала. То есть оно должно защищать интересы частной собственности. Это называется спецификация и защита прав собственности. Спецификация защиты прав собственности. Ну или попросту, чтобы не вырывали. спецификации защита прав собственности 1 защита контрактов 2 если вы заключили сделку чтобы эту сделку не торпедировали мошенники защит контракт ну и собственно говоря все далее сегодня признается что государство должно регулировать финансовую систему и не допускать избытка денег в обращении то есть инфляции не допускать избытка денег в обращении то есть инфляции о том что это нужно делать никто не спорит но дальше начинать спор в россии это спор академика глазева и главы центробанка набиулиной может быть где-то слышали отголоски набиулина говорит не дам денег денег не дам будет инфляция глазев говорит если расширять производства, то нужно больше денег, поэтому давай деньги, деньги давай. Ну, я чуть-чуть утрирую эту ситуацию, но смысл примерно такой. Соответственно, кинсианцы, особенно левые посткинсианцы, говорят о том, что дополнительная эмиссия денег, побольше денег, если их дать производителям и потребителям, вызовет рост спроса, под спрос будет расширено производство, экономика будет развиваться. Соответственно, здесь спор, но не спорят о том, что регулировать денежную систему надо. Сейчас не спорят о том, что некоторые минимум социальной защиты необходимы. Какой минимум? Вот об этом спорят, но что некоторые минимум необходимы, не спорят. Обычно признают, что нужен 8-часовой рабочий день, обычно признают, что какой-то объем пособий для бедных, пособий по безработице, тоже необходимы. Что должна существовать государственная пенсионная система. Дальше в основном разногласия. Какой-то минимум, да. Бесплатное начальное или может быть даже среднее образование. Вот полностью или нет, это второй вопрос. Какой ты должен? Об этом не спорят. Далее, есть феномены, которые государство делает в любой стране мира, но о которых, скажем, австрийцы и вообще правые либеральные экономисты предпочитают не говорить. Но они есть, поэтому о них, можно сказать, не спорят. Их просто не замечают. Потому что это очень серьезные функции государства. Какие? государства устанавливают экологические, социальные и технологические нормативы. В продаваемом населению масле должно быть какая-то толика коровьего масла. В розетке должно быть электричество 220 вольт. Лекарство должно содержать не только мел. Ну и так далее. Нельзя выбрасывать мазут в реку, особенно в центре Москвы. Вот что-нибудь в таком духе. Какой-то набор этих нормативов есть везде. Но при этом про это особенно не говорят по нормативам. О чем спорят? Это самое интересное. Первое, о чем спорят. Должно ли государство как-то вмешиваться в игру стихийных рыночных сил и в так называемую свободную конкуренцию? Или не должно? Должно ли государство вмешиваться в свободную конкуренцию или не должно? При этом опять повторю на всякий случай. Свободной конкуренции на самом деле уже нет. Но когда спорят, спорят о свободной конкуренции. Ну есть такая ошибка. Хотя монополизм и пишут, но вот о сложной системе корпоративного манипулирования обычно не упоминают. Итак, о чем идет речь конкретно? О том, что государство может создавать особо привилегированные, особо благоприятные условия для отдельных сфер, в которых бизнес, частный и государственный, ну прежде всего частный, будет развиваться в тепличных условиях. А в каких-то случаях создавать наоборот очень жесткие ограничения, так чтобы бизнесу развиваться было плохо. Не равные условия для всех агентов рынка. Одним делают хорошо, другим делают плохо. Значит, что важно? Делают хорошо и плохо не Иванову, Петрову, Сидорову, Шнейрзону, Хабибуллину или еще кому-то, а определенной сфере экономики. Давайте приведем пример. Скажем, вы решили заняться производством современных гражданских авиалайнеров. Частная корпорация. Абсолютно фантастический для России пример, но предположим. Значит, в этом случае государство говорит, отлично, сколько у вас есть миллиардов долларов? 30. На самом деле у нас есть те, у кого и побольше чем 30 миллиардов долларов. Я их хочу вложить в авиастроение. Достаточные деньги, чтобы начать развивать крупные авиационные производства, между прочим. Каждый говорит, отлично, а мы добавим еще 20. Так, чтобы вас не контролировать, но добавим. Это хорошо, на 50 делать уже легче. Второе. Мы на ближайшие 10 лет установим очень маленькие налоги. Третье. Мы создадим для вас идеальные институциональные условия. Везде будем помогать, все контракты будем охранять, всех конкурентов от вас отгонять. Тепличные условия. Третье. Мы вам дадим к тому же еще дешевый кредит. Так, чтобы вы могли под один, под два процента, кредит меньше, то есть процент меньше, чем инфляция, вкладывать ресурсы и развивать это производство. Идеальные условия. Только делайте. Но тогда другой части экономики. Скажем, операциям с недвижимостью. В России операции с недвижимостью составляет 10% фоллового продукта страны. Примерно столько же, сколько продажа нефти и газа. Вы мне сейчас не поверите, но можете заглянуть в статистический справочник. Посреднические операции с недвижимостью и какие-то другие трансакционные сделки составляют такую же часть ВВП, как продажа нефти и газа. Просто из одного карман в другой перекладываются. Но очень выгодно. Здесь государственной поддержки никакой, инвестиций никаких, налоги высокие, кредиты только коммерческие. И еще давим, чтобы их сократить. И создаем бесплатные государственные дома, ну или хотя бы кооперативы, где государство бесплатно предоставляет землю, дает возможность людям самим создавать эти кооперативы, иногда даже поработать там самим в качестве чернорабочих. Есть такие проекты, молодежных жилищных комплексов, где государство предоставляет ресурсы, и люди сами что-то строят. Это получается намного дешевле. На секунду я вас впихиваю много информации, на секунду приторможу. На примере, правда, не дома, дома у нас строить так не разрешают, а вот на примере создания парка в микрорайоне. В микрорайоне нет парка, не в Москве, в областном центре. У района нет денег на то, чтобы сделать парк. Как называется, когда конкурс проводят? Тендер. Тендер показал, что надо как минимум 100 миллионов рублей на то, чтобы сделать скверик. Жители говорят, слушайте, отдайте нам 20, и мы сами сделаем парк. Вот нашелся начальник района, который сказал, ладно, 20 я вам дам, 20 у меня есть, вы всё равно ничего не сделаете, ну давайте попробуем. Сделали. Кто-то сам работал, кто-то нашел приятеля, который по дешёвке пригнал бульдозер, кто-то нашёл ещё что-то, кто-то с кем-то договорился. Ещё денежки остались на то, чтобы за ним ухаживать. И главное, создали сами, ломать не хочется. Вот государство создаёт такую конкуренцию. Приходит часть и говорит, я парк за 100 миллионов сделаю, дайте денежки. Он говорит, спасибо, мы без вас за 20 сделаем. То есть создаётся система ограничений государственных конкурентов в этой сфере. В одной сфере льготные условия, в другой сфере тяжёлые условия. Лучше всего в качестве образа представить себе торволатор в аэропорте. Уже давно никто не летал никуда, но тем не менее, там есть такие дорожки, знаете, одна бежит в одну сторону, другая в другую. Вот представьте, что надо двигаться туда, и вот дорожка ведёт туда. Если вы на неё встали, вы двигаетесь в два раза быстрее, чем пешеход. Это для бизнеса, который производит самолёт. Обратная дорожка, по которой надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте, это для бизнеса, который занимается спекуляцией. Что такое торволатор? Налоги, кредиты, институциональная поддержка, инвестиции и т.д. Понятно, да? Вот один из основных споров, это о том, нужно или нет, то, что я сейчас рассказал, называется селективное государственное регулирование. Селективное, выборочное. Этих поддерживаем, этих тормозим. Пространство рыночное, но есть селективное регулирование. Его ещё называют активной промышленной политикой. Активная промышленная политика. Название пришло, переводы с английского языка, industrial policy. Но это не политика в индустрии, в промышленности, а вот такое регулирование. Почему так получилось? Ну так получилось. Ну как у нас горят инфляции, никто же не горит надувание. Вот, это спор и очень активный. Российской экономике он идёт все 30 лет с момента перехода к рынку и капитализма. Но он идёт везде, на самом деле. Второе, о чём спорят, это соотношение частного общественного сектора. Крайняя позиция. Общественный сектор должен быть минимальным и ограничиваться армией, полицией, пожарными. Ну ещё что-нибудь. Дороги частные, парки частные, энергетика частная, школы частные, медицина частная, всё частное. Крайне левая позиция внутри капитализма. Я ещё раз подчёркиваю. Социализм, это когда практически нет частного. Ну или мало очень. И изживается. Капитализм. Но большим общественным сектором. Где общественный сектор. Там, где он необходим для создания условий развития человека. Вот подчёркиваю. Где он необходим для создания условий развития человека. Раз. Равных, я бы сказал, вот ключевой слов. Равных возможностей для развития каждого человека. Или ещё больше. Равных стартовых возможностей для развития каждого человека. По идее, рынок-то как должен работать? У всех равные стартовые возможности. Все стартуют по одинаковым дорожкам. Кто быстрее бегает, тот победил. Да? А если один хромой, у другого мешок на ногах, а третьему скутер выдали, ну, соответственно, как-то неправильно получается. Вот надо, чтобы у всех были равные условия и одинаковые дорожки, а не у одного асфальта, у другого бураки. Как это обеспечивается? Прежде всего, общедоступным бесплатным образованием через всю жизнь. Если не образованный, не побежишь. Здравоохранением, таким же бесплатным, общедоступным, ты в любом случае будешь здоров, можешь бежать, ноги не сломаны. Ну и третья дорожка одинаковая у всех, то есть инфраструктура, энергетика, транспортная система бесплатная. Есть это где-нибудь в мире? Есть. Как правило, частично. Европа это большая часть до университетского образования бесплатная, университетская наполовину бесплатная. Здравоохранение в основном платное, но есть большие социальные страховки. Инфраструктура. Дороги в основном бесплатные, но есть кое-где платные, а кое-где нет вообще. В Бельгии их не было еще пять лет назад. Вот и так далее. Но здесь большой спор и большие практические дебаты. Крайности в жестко-либеральных системах общественный сектор минимален. Он есть везде, на самом деле, так чтобы нигде не было. Не было совсем такого сейчас в 21 веке нет. Но он минимален. Максимален, скандинавская модель, если говорим о капитализме. Университеты на 90 процентов бесплатные, школы только государственные. В Финляндии, в Швеции, в Норвегии немножко есть частные. Медицина страховая практически полностью бесплатная и высококачественная. Значительная часть инфраструктуры бесплатная. В Норвегии нефтяные месторождения принадлежат народу. 90 процентов вкладывается в фонд благосостояния норвежцев и тратится только очень небольшая часть, откладывая на будущее поколение. Это крайняя модель. Противоположные Соединенные Штаты. Высшее образование на 80 процентов платное, среднее образование хорошее, платное, бесплатное, слабенькое и не везде. Медицина в основном платная. Обама Кэя начали создавать. План Обама по созданию бесплатного страхования для бедных наполовину сделали, затормозили и так далее. Вот это объект спора. Частный общественный сектор. Еще один объект спора, который мы будем говорить отдельно, я его только назову. Соотношение интеллектуальной частной собственности и собственности каждого на всё. Что такое собственность каждого на всё? Вот Александр и Павел разместят эту лекцию в интернете, и любой человек на земном шаре, как правило, человек 200-300, может быть 2-3 тысячи, сможет её посмотреть. Если бы я был не я, а кто-нибудь, кто показывал, как сварить вкусный супчик, наверное, посмотрели бы несколько миллионов. Неважно. То есть культурное благо принадлежит каждому, мы об этом много говорили. Или является интеллектуальной частной собственностью. В принципе, государство может и должно регулировать эту систему. Третий, то есть четвертый уже компонент спора, это регулирование уровня социального неравенства. Социальное неравенство. Прежде всего, давайте статистику. Так называемый децильный коэффициент. Децильный коэффициент из названия понятно. 10 процентов самых бедных, 10 процентов самых богатых. Российской Федерации 15-16 раз, не процентов, раз. США 13-14. При Обаме 13, при Трампе 14. Колеблется так немножко. Франция ФРГ 8-9. Правые приходят больше, левые приходят меньше. Скандинавия 6,5-7,5. СССР 4-5. Если вам скажут, что в СССР все жили одинаково, не верьте. Разница была большая. Между уборщицей или лаборантом и профессором был качественный зазор в качестве жизни. Извините, повтор два раза качества. Вот это меры социального неравенства. Как видите, разные при капитализме. Может быть, капитализм вот такой, а может быть, вот такой. На минутку байка про одну из скандинавских стран. Опять-таки приношу извинения тем, кто смотрит лекции Бузгалина регулярно, все подряд в интернете. Думаю, что таких очень мало, поэтому я буду повторяться. Прекрасная барышня, которой исполнилось 18 лет, дочка миллиардера, еврового миллиардера, на подаренной папой спортивной машине разгоняется на загородном шоссе до 100 км в час, превышая на 40 км в час разрешенную скорость. Ее останавливает полицейский. Ну, первое, она останавливается. Попробуйте остановить сыночка на Геленвагене в каком-нибудь областном центре. Ладно, останавливается. Второе, к ней подходит полицмен, проверяет, нет ли у нее алкоголя. Выясняется, что она вместо одного бокала вина выпил три. В нее отбирают права и арестовывают. Сажают на две недели, и она занимается принудительными работами. Убирает улицу, туалеты и так далее. Они, правда, там очень чистые, но все равно. Дочка миллиардера. Лишают прав на два года и штрафуют на 70 тысяч евро. Если бы у вас был обычный доход, вас бы штрафовали на 70 евро. Это капитализм, но немножко другой. У нас, когда ночью устраивают гонки на Геленвагенах, если за что-то и ругают сынка, за то, что он пришел не первым, а третьим в этой гонке. Ну, это шутка. Поэтому очень большая проблема. За счет чего это делается? За счет системы коррекции доходов, в частности, прогрессивного налога на доход и на наследство. Прогрессивный налог на доход и на наследство. Что означает прогрессивный налог на доход и на наследство? Прогрессивный налог на доход и на наследство. Значит, вот здесь доходы. Ну, давайте на российский масштаб. 15 тысяч рублей. Самые маленькие. Ну, и чтобы был долларовый миллионер. 100 миллионов. Соответственно, как устроен налог в России? Это 15. Как устроен налог в США? Где-то 35, примерно, процентов. Как устроен налог в Европе? 45. Когда приходят левые? 55. Рузвельт. Великая депрессия. 1930-е годы. Соединенные Штаты Америки. Во! 90 процентов. Если не верите, посмотрите статистику американскую. С миллионеров брали... Вот так, наверное, да? Даже в рассказе про Нила Вульфа есть строчка, где ему обещают гонорар в миллион долларов. Он говорит, да ладно, все равно останется 100 тысяч. Это в качестве шутки, хотя, на самом деле, свидетельство можно считать документально. Если хотите, в вопросах политэкономии была статья с аккуратными ссылочками одной из моих студенток от магистратуры, которая показала всю эту систему. То есть капитализм может быть очень разным. То же самое с наследством. Если у вас в качестве наследства квартира, вы ее отдаете без налога. Если у вас 10 дворцов, то наследнику достанется один, и еще необходимо будет заплатить что-нибудь. Остальные 9 отберут. Это социал-демократическая модель капитализма. Подчеркиваю, капитализм. Ну и есть ряд других разногласий, когда, соответственно, дерутся между собой вот эти две головы дракона. Если у вас вот такая шкала, извините за слишком уж, наверное, простое объяснение, но это означает, что государство все-таки думает об интересах миллионеров. Если у вас у миллионеров забирают 90% личного дохода, значит государство думает не только о миллионерах. Если у вас все здравоохранение, образование и так далее бесплатное, значит эта голова достаточно сильно рыкает и пламя извергает, дай бог. А это так относительно тихо себя ведет. Если у вас, наоборот, пенсионный возраст растет, и расходы на образование и здравоохранение снижаются, значит эта голова рыкает сильнее. Если у вас больше всего растут расходы на содержание государственного аппарата, здравоохранение сокращается и даже капитал поджимают, значит эта голова сильнее всех. Вот это очень простая модель характеристики социально-классовых интересов, в основе которых лежит система экономических отношений, и которые проявляются через определенные формы государственного управления и, соответственно, политической системы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok